Константин Придыбаев встретился со студентами и преподавателями Казанского Федерального Университета для того, чтобы поделиться опытом работы в зоне проведения специальной военной операции, рассказать о том, каким должен быть военный корреспондент и как жить в мире, где ложная информация борется с правдой. По словам журналиста, человек, побывавший в зоне проведения специальной военной операции, ощущается иначе. Сам Константин стал желать больше видеть людей. Одним из самых волнующих и интересующих молодое поколение вопросом был, конечно, каким должен быть военный журналист. Константин, ни минуты не колеблясь, прояснил, что ключевые качества в человеке, желающем и планирующем работать там, где как минимум страшно и опасно, честность и здравый смысл. В погоне, я по себе знаю, за каким-то хорошим кадром, моментом, ты можешь просто забыться, где ты находишься. Там мины, там летят пули, снаряды. Даже если ты не на передовой, а тот же Донецк, обстреливают каждый день, не прекращают. Тебе нужно понимать, как обходиться с этим. В погоне за тем, чтобы оказаться первым, нужно держать в голове, что а вот еще есть у них такие ходы и такие ходы. В общем, здравый смысл надо иметь, ну и быть честным перед собой, перед своей аудиторией. Но, что касается ложной информации, то Константин считает этот процесс потрясающим. Фейки бывают порой очень интересными и качественными, поэтому отделять так называемое добро от зла нужно уметь. Мы за год очень сильно повзрослели, как люди, как потребляющие информацию люди. Очень сильно повзрослели. Если первые дни это была паника, потому что и вражеские, так скажем, социальные сети это нагнетали, а со временем люди начали сами разбираться, начали отличать, где компьютерная игра, а где наши видео, а где не наши солдаты, а где старое. В общем, жить в мире вот этих фейк-ньюс очень весело. Мне нравится. Метим, что встреча прошла в рамках всероссийского просветительского медиапроекта «Родная гавань КФУ», а также цикла «Открытый диалог» Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универ-Ньюс.